Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Мне задавали вопрос насчет того, какие надои у нас дают коровки, которые Даша привезла, Даша Демина, жена привезла вместе с собой из своего хозяйства, которое в нашем хозяйстве находится. Как эта корова доится по сравнению с другими нашими коровами айширскими, которые мы закупали для начала вообще деятельности молочной фермы. У нас было две коровы от Даши, и вот одна из них, это паутинка, у нее номер один, видите, на берочке. И это довольно возрастная коровка, и, скорее всего, порода сементальская. Мы как бы не ожидали от нее там огромных надоев и так далее. Но сейчас могу сказать именно по надоям, которые мы имеем на наших кормах по сравнению с нашими айширками. Несмотря на то, что она в возрасте, можно сказать, что она доится неплохо. Сейчас у нее где-то, наверное, уже середина, а может и больше. Да, наверное, да, вторая половина уже лактации. И она дает за дойку по 9 литров сейчас. В принципе, это сравнимо с некоторыми нашими коровами айширскими, которые находятся тоже на последних стадиях лактации. И можно сказать, что она не отстает. То есть хорошими нормальными кормами эта корова догоняет наших племенных айширок и, в принципе, сильно не выбивается в худшую сторону. Поэтому, в принципе, коровка достойная. А так, ну, то, что она просто в возрасте. Вторую коровку, которая была с Дашей, мы продали, ну, по одной причине, просто чтобы меньше было разнобоя в стаде по породам. Мы стараемся, чтобы у нас в стаде получались фактически одни монопорода айширская, которая была бы, ну, чистой, так сказать. У нас есть еще одна такая галстинка, которая нам досталась за корма давно уже. Мы ее держим. Ну, и вот сейчас паутинка. А так, фактически, все они одинаковые. Ну, есть там некоторые, может быть, смешанные, а так, в принципе, все одинаковые. Надое сейчас у нас по каким-то причинам, не знаю, или погода, или что-то не такие высокие. Ну, около, наверное, на все стадо, если в среднем взять, около 20 литров в сутки мы имеем, конечно. Ну, в принципе, сейчас ждем того, что отелятся метели. Почему так получается? Потому что были задержки с появлением охот. Естественно, в связи с этим и затягивалось осеменение. И по сравнению с тем, когда у нас был бык, у нас осеменение были четкие. А сейчас мы не делаем никаких подведений к охотам. И поэтому бывало, что корова осеменялась у нас там на третий, на четвертый месяц после отела. И поэтому вот эти задержки вызывают то, что мы доим коров немного дольше. И в связи с этим у нас меньше молока. Ну, а так, в общем-то, я думаю, погоду все равно мы выйдем на количество, где-то около 7 тысяч литров на голову товарного молока. Да, паутинка, выйдем. Так, ну вот такой мой ответ на ваши вопросы касательно именно, так сказать, не айширской коровы и сколько она дает молока на наших кормах. Вот я ответил на ваш вопрос. Ну все, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, пересматривайте, ищите для себя полезную информацию. Для этого мы эти видео и снимаем. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok